Из Ютуба в кресло депутата. 25-летний греческий видеоблогер Фидиас Панайоту баллотировался в парламент и занял третье место на Кипре. Он прославился благодаря вирусным роликам под названием «Я заставил Илона Маска обнять меня» и «Я жил в аэропорту 7 дней бесплатно». Видео набрали миллион и 5 миллионов просмотров соответственно. Еще один новый европарламентарий — фракийский мясник Галату Александраки, 76-летняя пенсионерка, которая владеет мясной лавкой на севере Греции. В сети нет ни одной ее фотографии, однако она настолько популярна на местном уровне, что даже не проводила предвыборную кампанию и не давала интервью. Несмотря на это, Александраки получила место от националистической партии «Греческое решение». 65-летний литовец Пятрас Гражулис на родине получил звание самого яркого политика. Он был избран от созыва народа и справедливости Литвы. Гражулису запретили баллотироваться на пост президента Литвы на 10 лет за то, что он голосовал на выборах в местный парламент от имени другого депутата. Кроме того, Гражулису грозит судебное преследование за гомофобные высказывания. Афродите Латинополу исключили из греческой партии «Новая демократия» после того, как она опозорила телеведущего. Греческий политик выступает за пожизненное освобождение от налогов для женщин, имеющих четырех и более детей, против абортов и иммиграции, а также хочет запретить людям с нетрадиционной ориентацией работать в системе образования. Испанец Луис Перес, более известный как Альвисе, заявляет о намерении разрушить систему и создать ее с нуля. Перес получил три места в парламенте. У него сотни тысяч подписчиков в Инстаграм, Фейсбуке, Ютубе и других платформах. Бывший либерал-демократ известен преследованием иммигрантов и журналистов, выступает против аборта и тем, что хочет построить самую крупную тюрьму в Европе. Чех Филип Турек — бывший автогонщик и коллекционер машин. В своей предвыборной компании он выделял лишь одну цель — отменить запрет на использование автомобиля с двигателями внутреннего сгорания. Он также активно выступал против перехода на зеленый курс. Его отстранили от предвыборных дебатов, когда полиция начала расследование по поводу изображения, на котором он отдавал нацистское приветствие. Эллада Мамедова, CBC.